МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире СИБИСИ специальный выпуск передачи за Каспием. С вами Эльна Ралиева. В этом выпуске подведем итоги 2023 года. А сейчас коротко о главном. Главы страны СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге подвели итоги сотрудничества в 2023 году. В ходе встречи был отмечен устойчивый рост товарооборота между участниками Содружества независимых государств. За минувший год Азербайджан и государства Центральной Азии создали совместные инвестиционные фонды. На очередные три года согласован объем взаимных инвестиций, превышающий 1 миллиард долларов. За последние 14 лет организация тюркских государств превратилась в важное политическое объединение, которое содействует экономическому развитию, миру и стабильности в регионе. Одним из важных событий 2023 года стал неформальный саммит главы СНГ, где были подведены итоги сотрудничества за этот год. Российский лидер, который традиционно проводит перед Новым годом такую встречу, отметил устойчивый рост товарооборота между участниками Содружества. О том, как проходил саммит СНГ, узнаем далее. В Константиновском дворце Санкт-Петербурга в музее-заповеднике Павловск руководители страны СНГ приветствовали калятками и выступлением хора. Следующая остановка Петергоф – почетный караул, духовой оркестр в исторических мундирах. Высокие гости осмотрели Большой Петергофский дворец. Для некоторых глав Центральной Азии здесь нашлось что-то родное. В Сибири представлены народности Российской империи, населявшей ее в начале 19-го века. Петергофский, ваше внимание, чумашеская девушка, а это киргизская султанша. О, красивая султанша. Киргизская султанша. Экскурсионная программа стала хорошим фоном для обсуждения политических вопросов, отметил российский президент Владимир Путин, открывая неформальный саммит СНГ. В наступающем году председательство в Содружестве переходит к России. Первоочередной задачей Москва видит сохранение и укрепление тесных связей между народами стран СНГ, а также дружбы и добрососедство. В уходящем году товарооборот между нашими странами продемонстрировал устойчивый рост. По данным, за 10 месяцев он увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 83,7 миллиарда долларов. В июне подписано соглашение между государственными членами Содружества и о свободной торговле, услугами и осуществлении инвестиций. Продолжим работу с партнерами по Содружеству в пользу более активного перехода во взаимных расчетах на национальные валюты. Убеждены, что это позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет наших государств. На встречу, которая проходила в Константиновском дворце, были приглашены лидеры Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Армении. Главы государств планируют и дальше выстраивать совместную работу по поддержанию безопасности и стабильности на Евразийском регионе и продолжать борьбу с терроризмом и экстремизмом, с разграниченной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией. Димаш Низам, CBC. Надежный партнер, ведущий региональный актор, Азербайджан все больше укрепляет свои позиции в мире. Тесные и братские отношения с государствами Центральной Азии занимают во внешней политике республики особое место. Личный авторитет главы государства Ильхам Алиева и высокая оценка вклада страны в обеспечении мира и безопасности способствовали расширению сотрудничества на международной арене. Азербайджан, играя сегодня стабилизирующую роль в регионе, а также на более широкой географии, наряду с внесением вклада в экономическое развитие, стал гарантом энергетической безопасности для многих стран. Благодаря личному авторитету президента Ильха Алиева, проводимой им мудрой и дальновидной политики, Азербайджан превратился в страну, направляющую в международные процессы. Страна также играет консолидирующую роль в отношениях стран Центральной Азии с Южным Кавказом. Азербайджаны и страны Центральной Азии связывают многивековые отношения братства наших народов. Общие культурные корни являются прочным фундаментом межгосударственных отношений. Более 30 лет как независимое государство мы активно взаимодействуем, как в двустороннем, так и в наностороннем формате, поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность друг друга, активно развиваем экономические отношения. Центральная Азия и Азербайджан – это единый историко-культурный географический регион, имеющий стратегическое значение в мировой политике, с растущей экономикой, демографией и геополитическим потенциалом. Одним из факторов, демонстрирующих интенсификацию отношений Азербайджана со странами этого региона, являются визиты главы государства в страны Центральной Азии. Так, за последние два года президент Ильхам Алиев совершил более 10 визитов в эти государства. Подписанные в ходе визитов документы служат прочной основой для укрепления сотрудничества между странами. Решение между Казахстаном и Азербайджаном, и в целом между регионами Южного Кавказа и Центральной Азии в 2023 году развивается очень плодотворно. Те договоренности, которые были достигнуты в прошлом году, то есть в 2022 году, в этом году уже начали притворяться, и вместо них пришли уже новые договоренности. То есть мы видим поэтапный процесс сначала договоренности, а потом уже их превращение в какие-либо реальные дела. Этот процесс непрерывный, и мы уже видим определенные плоты такого действия. Государства Центральной Азии также придают большое значение связям с Азербайджаном, который является дружественной и братской страной. Не случайно страны этого региона поддержали правое дело Азербайджана во время Отечественной войны и послевоенный период. Страны региона также активно продолжают вносить свой вклад в восстановительные работы, проводимые на освободенных от оккупации территориях Азербайджана. В этой связи особо следует отметить открытие средней школы номер один имени Мерзы Лукбека, построенной в Физули и ставшей подарком президенту Узбекистана Шавката Мерзиёева от имени узбекского народа. Шавкат Мерзиёев, совершивший свой первый государственный визит в Азербайджан, подчеркнул, что уделяет большое внимание связям с Азербайджаном, и отметил, что это одна из самых близких стран, отношения с которой вышли на совершенно новый этап. В то же время Казахстан построит в Визуле центр развития творчества имени Курмангазы. В целом, необходимо сказать, что Азербайджан, и это заметно со стороны, очень сильно активизировался в Центральной Азии, его представленность всё шире и шире. И также можно сказать, что в этом отношении роль президента Азербайджана, Лихама Алиева, очень большая, потому что именно он является драйвером подобных перемен, драйвером развития отношений между нашими странами, между регионами. Ещё одно знаменательное событие, которое стало звеном в прочной цепи дружбы между Азербайджаном и странами Центральной Азии, это прошедший в этом году в Баку первый форум СПЕКа. Если рассмотреть в отдельности связи Азербайджана со странами, охваченными данной программой, то можно увидеть, что и здесь наблюдается динамика роста. Как известно, странами-членами программы являются Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Афганистан. За четверть века своего существования лидеры стран-членов СПЕКа ни разу не собирались на саммит. Не случайно проведение первого форума СПЕКа в Баку многим наблюдателями было расценено как историческое событие. В этом году исполняется 25 лет специальной программе ООН для экономик стран Центральной Азии СПЕКа. В настоящее время Азербайджан председательствует СПЕКа. В течение 25 лет успешно развивались всесторонние связи между нашими странами. Однако саммит стран-членов СПЕКа проводится впервые. Выражаю признательность руководителям стран Центральной Азии за поддержку инициативы Азербайджана по проведению саммита. Сегодня Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан успешно сотрудничают в ряде многосторонних форматов. Ещё одно направление сотрудничества между Азербайджаном и государствами региона заключается во взаимной торговле и инвестировании. В показателях по этим двум направлениям наблюдается постоянный рост. Так, в минувшем году торговый оборот Азербайджана со странами Центральной Азии увеличился более чем втрое, а за семь месяцев нынешнего года – ещё на 50%. Одновременно Азербайджан и государства Центральной Азии создали совместные инвестиционные фонды. На очередные три года согласован объём взаимных инвестиций, превышающий 1 миллиард долларов. Реализуются многочисленные проекты в области промышленного сотрудничества, машиностроения, автомобильной промышленности, судостроения, сельского хозяйства, в частности, хлопководство, шелководство, садоводство и животноводство. Началась реализация новых инвестиционных проектов в ряде других отраслей. Важное место во внешней политике Азербайджана занимает развитие отношений со странами Центральной Азии, в том числе с Узбекистаном. Отношения между двумя дружественными странами, имеющими общую историю, культурное наследие, корни, развиваются по восходящей. О том, какими событиями во взаимодействии двух стран запомнился 2023 год, расскажет моя коллега Борчиной Мусалямказа. Борчиной, здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Начнем с того, что 2023 год стал годом сближения цюркских государств. Именно так охарактеризовали эксперты этот период. И в рамках этого взаимодействия также еще более активизировались всесторонние связи между Узбекистаном и Азербайджаном. Мы побеседовали с несколькими специалистами, экспертами сферы, с государственными деятелями. И все они единогласно отметили, что в уходящем году Узбекистан и Азербайджан стали примером дружбы, братства и сотрудничества не на словах, а на деле. Наш президент, уважаемый Шавкат Миромаш Мерзияев, после переизбирания первый госвизит посвятил именно Азербайджану. Это говорит о многом. И во время этого визита между Узбекистаном и Азербайджаном был создан Высший Межгосударственный Совет, который одобрил специальную дорожную карту для углубления сотрудничества. Во многих сферах были подписаны более 15 очень важных документов. Что это говорит? Это говорит о том, что из года в год будет углубляться и развиваться сотрудничество между нашими братскими странами. Говоря об экономических связях, специалисты отметили рост товарооборота между двумя странами. За последние пять лет он увеличился почти в семь раз. Нужно подчеркнуть, что между Узбекистаном и Азербайджаном установлен режим свободной торговли. С учетом отмены таможенных пошлин, налогов и сборов, а также количественных ограничений при экспорте или импорте товаров, производимых на территории двух стран, экспортеры имеют оптимальные условия для расширения объема и номенклатуры товаров, поставляемых на рынке. Товарооборот между Узбекистаном и Азербайджаном по итогам 2022 года составил более 180 миллионов долларов. А по итогам шести месяцев текущего года эта цифра составила 84 миллиона долларов. Из них 64 миллиона экспорт, 20 миллионов импорт. А в следующем году эта цифра перевалит более 200 миллионов долларов. Но и это не предел. В этом отношении могу сказать, что в дальнейшем поставлена задача достигнуть миллиардного рубежа для взаимовыгодной торговли и товарооборота. Это также будет осуществляться путем замещения импорта из третьих стран продукции и национальных производителей. Говоря об увеличении объема товарооборота, нужно подчеркнуть важность сотрудничества в сфере транспорта и логистики. В 2022 году объемы перевозок узбекских грузов через порт Баку увеличились почти в два раза. И Узбекистан намерен наращивать грузоперевозки, используя современную транспортную связь Азербайджана. Также для сторон актуальны развитие и диверсификация глобальных логистических цепочек и транспортных коридоров, формирование единой транзитной сети. В данном контексте лидеры двух стран всячески поддерживают меры по расширению потенциала среднего коридора, развитие дополнительных многоотраслевых направлений, в частности коридоров, проходящих через страны ОТГ к рынкам Китая, Южной Азии и Европы, а также цифровизацию транспортных услуг. Через транспортную логистику Азербайджана Узбекистан может воспользоваться, поставлять свои товары кратчайшим путем в Европу. И самое главное, между Узбекистаном и Азербайджаном были подписаны еще в 1996 году вопросы беспошлиной торговли. И в этом отношении выгодно Узбекистану использовать международный транскоспический коридор для выхода в Европу или в третьи страны. Туризм в современном мире считается важным драйвером экономики. Между двумя странами разрабатываются новые проекты для увеличения потока туристов. Представители сферы участвуют в туристических ярмарках двух стран. Также правительством Азербайджана буквально на днях определена новая процедура безвизового въезда и выезда граждан Азербайджана и Узбекистана. При этом упрощен процесс и предоставлены более комфортные условия. И вот такие действия, проекты, форматы, конечно же, дают свои результаты. По итогам 11 месяцев более 10 тысяч азербайджанских туристов посетили Узбекистан. Для сравнения, за весь 2022 год эта цифра составила чуть более 7 тысяч. Но мы понимаем, что эта цифра не отвечает имеющимся как потенциалу в сфере сотрудничества туризма между двумя странами, так и в общей динамике развития двухсторонних связей между государствами. Мы работаем над тем, чтобы рост взаимного туристического обмена между нашими странами только лишь рос. Этому, конечно, способствует прямое авиасообщение между Баку и туристическими городами Узбекистана и Азербайджана. Тороны также уделили особое внимание культурно-гуманитарным, социальным связям. Были организованы Дни культуры Узбекистана в Азербайджане, Дни культуры Азербайджана в Узбекистане. Издавались книги писателей обоих стран, сотрудничали художники, скульпторы. Врачи из Азербайджана приезжали в Узбекистан и провели декаду. Побывали в регионах и провели совместные сложные операции. Были открыты дополнительные квоты для азербайджанской молодежи для учебы в вузах Узбекистана. И еще много-много интересных и полезных событий было. В частности, в городе Физули был открыт средняя школа имени Мирзо Улабека, построенная при помощи узбекской стороны. Официальное открытие произошло при участии двух президентов двух наших государств. Это имеет важное значение, которое было построено для 960 посадочных мест школьников. Кроме того, Узбекистан и Азербайджан являются представителем тюркского мира. В городе Шуша была проведена большая конференция, посвященная, как я сказал, столетию Генера Алиева. И вместе с тем объявление Шуши городом культуры тюркского мира. 2023 был продуктивным годом как для Азербайджана, так и для Узбекистана. Все встречи, будь то встречи лидеров, делегаций разных сфер, бизнесменов, спортсменов, деятелей культуры, все они послужили укреплению братских и дружественных связей между двумя странами. А также были намечены перспективные, далеко идущие планы, которые должны принести двухстороннюю пользу Узбекистану и Азербайджану. Ведь недаром говорят в тюркском мире, верный друг и через век будет верным. Ну что ж, спасибо большое Бурчиной. С нами на связи была моя коллега из Узбекистана Бурчиной Мусалям Кызы. 2023 год для Казахстана и Азербайджана стал особенным за все время сотрудничества двух стран. За этот год главы государств провели официальные встречи больше, чем когда-либо. Как результат, Казахстан и Азербайджан расширили совместную работу во многих сферах – политическом, экономическом, военном и культурном. Как считают наблюдатели, сотрудничество двух прикаспийских государств в том году вышло на новый уровень. Хасым Жомар Тукаев и Ильха Малиев в апреле этого года посадили деревья в Астане. Это символично. Дерево, уходящее корнями глубоко в землю, символизирует силу и стабильность. Также дерево означает рост – от уязвимого саженца до крепкого дерева. Азербайджан республикасным президентом Ильхам Алиев для торжественного открытия улицы Гейдара Алиева. Имя Гейдара Алиева теперь носит одна из центральных улиц столицы Казахстана. Мы исторические, этнические, культурно, очень взаимосвязанные народы. Это играет свою роль. В этом году, как считает историк Хангель де Абджанов, Казахстан и Азербайджан особенно сблизились. И взаимоотношения двух стран вышли на новый уровень. Азербайджан восстановил территориальную целостность. Азербайджан расширил свои экономические возможности для роста. И вот эта благоприятная обстановка сказывается в экономическом сотрудничестве Казахстана и Азербайджана. Как продолжение объединяющего диалога в конце ноября президенты двух стран провели двустороннюю встречу в Баку. На первом саммите глав государств-участников специальной программы ООН для экономик Центральной Азии – СПЕКа. Мы хорошие друзья, братья, партнеры. Поэтому за последние годы наглядно видна динамика контактов между нами в рамках официальных визитов. Между членами правительств наших стран, между компаниями мы выходим на самый высокий уровень нашего взаимодействия за всю историю независимого развития наших стран. Это логично, это отражает дух и характер отношений между нашими народами. Сотрудничество между нашими странами развивается по восходящей линии, появляются новые проекты. У нас нет каких-либо вопросов друг к другу. Мы являемся естественными стратегическими партнерами, фактически соседями через Каспийское море. И историческим стало принятие совместной декларации об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия, а также учреждения высшего межгосударственного совета. Азербайджан является ключевым торгово-экономическим партнером Казахстана на Южном Кавказе. Из-за антироссийских санкций Казахстан избегает энергомаршрутов через Россию. Азербайджан с пониманием относится к нашей проблеме. Так, в начале года, к примеру, доставка урана в Канаду была сделана по среднему коридору. Таково официальное название пути из Китая в Европу. Другое название – Транскаспийский международный транспортный маршрут. Он включает в себя пересечение Каспийского моря, погрузку товаров в поезда и грузовики в Азербайджане. Далее они отправляются в Грузию и Турцию. Этот коридор пользуется растущим спросом. Транскаспийский маршрут для Казахстана крайне важен. Об этом есть подтверждение не единожное президента и премьер-министра Казахстана. Кроме этого, можно посмотреть на нефть. Буквально на прошлые выходные Казахстан купил два новых танкера, которые будут по Транскаспийскому маршруту возить казахстанскую нефть до Баку-Джихан. Потому что для нас очень важно диверсифицировать маршруты как нефти, так и всего остального. Транскаспийский маршрут становится очень актуальным для Казахстана. Приобретение танкеров – это важный шаг для Казахстана в развитии Транскаспийского маршрута. С марта этого года началась отгрузка казахстанской нефти по маршруту Актау-Баку-Тбилиси-Джейхан в ежегодном объеме полтора миллиона тонн. Глава государства Касымжамар Тукаев поручил правительству увеличить объемы транспортировки нефти до 20 миллионов тонн в год. Два танкера – это только начало. Мы ожидаем, что в ближайшее время, в ближайшие годы мы будем наш совместный флот наращивать. У нас появятся совместные и контейнеровозы, и паромы. Количество грузов растет, будет продолжать расти. В этом году Казахстан и Азербайджан начали совместную работу по строительству волоконно-оптической линии по дну Каспийского моря в рамках проекта «Цифровой шелковый путь». Основной маршрут подводного кабеля пройдет из Актау в азербайджанский город Сиазань. Его протяженность составит 340 километров. В Астане и Туркестане в этом году прошли Дни культурной столицы тюркского мира – города Шуша. В Казахстане проживает около 170 тысяч азербайджанцев. Шесть лет назад почетный статус культурной столицы тюркского мира носил город Туркестан. В 16-17 веках он был столицей казахского ханства. Туркестан и Шуша находились на великом шелковом пути. Некогда потерянные связи не только восстановили, но и укрепили. В августе прошлого года, впервые после освобождения от оккупации, Туркестан стал первым городом, с которым Шуша подписала документы о братских отношениях между городами. Мы этим очень гордимся и приглашаем всех казахстанцев, туркестанцев посетить Шушу. В 2023 году Азербайджан посетили около 50 тысяч туристов из Казахстана. Поток путешественников за Каспией вырос почти в два раза. Во многом это случилось благодаря увеличению авиасообщений. Если сравнивать с прошлым годом и сейчас, то в прошлом году получается, ну пусть будет, да, знаете, грубо говоря, там туров, ну я лично, да, туров, наверное, 15 продала, да, скажем так. Но в этом году, я скажу только за себя, да, как я вот менеджер, турагент, вот. И я продала уже, ну значительно, знаете, больше 200 туров, я вам скажу, в этом году. Вот вам и статистика. Что касается взаимопомощи на случай природных катаклизмов или внешних угроз, то в этом году Казахстан и Азербайджан провели ряд совместных учений на уровне министерств по чрезвычайным ситуациям и оборонных ведомств. В сентябре прошлого года командно-штабные учения ЖЕР-2023 по устранению последствий землетрясения с участием аварийно-спасательных служб. А в октябре государство провели военно-морские учения ХАЗРИ-2023. Двойнослужащие двух стран отработали сценарий по нейтрализации террористических атак. После этого министры обороны Азербайджана Закир Гасанов и Казахстана Руслан Жаксылыков подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2024 год. Димаш Низан, СИБИСИ, Казахстан. Рост товарооборота, совместные инфекционные проекты, запуск прямого авиасообщения. В 2023 году отчетливо прослеживалась активизация Азербайджана-Кыргызских отношений. О достигнутых итогах и планах на будущее расскажет наш корреспондент в Кыргызстане Екатерина Токамбаева. По оценке многих экспертов, за эти 12 месяцев наши страны смогли достичь того, что раньше не было сделано за десятилетия. Естественно, что такой темп активизации сотрудничества задали главы двух стран. Между президентами Азербайджана и Кыргызстана есть регулярный диалог, а достигаемые договоренности воплощаются в жизнь. Так в этом году было открыто прямое авиасообщение между Бишкеком и Баку. Началась реализация совместного инвестиционного проекта строительства пятизвездочного отеля на побережье Сыкуля. Все расходы взял на себя Азербайджан. Прошел инвестиционный форум, по итогам которого с пятью компаниями из Азербайджана достигнуты соглашения о сфере логистики, бизнеса, переработки сельского хозяйства. Подписано соглашение между фондовыми биржами двух стран. Одна из азербайджанских компаний выиграла тендер на строительство канализационной системы на Сыкуле. И в настоящее время идет работа по данному проекту. На мой взгляд, отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном за последние два-три года улучшились настолько, как это было при Советском Союзе, если даже не лучше. На сегодняшний день взаимоотношения наших стран находятся на пике. Если говорить о конкретных цифрах, характеризующих активизацию кыргызско-азербайджанских отношений, то товарооборот Кыргызстана с Азербайджаном только за первые полгода составил более 17 миллионов долларов, что в четыре раза превышает показатели первой половины 2022 года. Почти на 78% увеличился поток туристов из Кыргызстана в Азербайджан. Активно наши страны в этом году взаимодействовали и в международных организациях. Так, глава Азербайджана Ирхам Алиев принял участие в работе саммита СНГ в Бишкеке, а президент Кыргызстана в саммите СПЕКа в Баку. В работе межпарламентской ассамблеи государств СНГ в Бишкеке участвовала председатель Мили Меджелеса Азербайджана Сахиба Гафарова. У наших стран достаточно близкие позиции по многим международным политическим вопросам и являясь членами организации тюркских государств, мы поддерживаем друг друга на международной площадке. В Новый год Кыргызстан и Азербайджан входят с новыми проектами. Один из них – это коридор для мультимодальных грузоперевозок по маршруту Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан. О перспективности этого проекта мы поговорили с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Кыргызстане. И сейчас я предлагаю послушать, что он рассказал. Во-первых, будет способствовать тому, чтобы наши государства смогли бы реализовать свои экономические возможности. Связывает страны с друг другом. Значит, сочетание наших экономик даст возможность кооперации. Запуск Азербайджана Кыргызского фонда развития. Он будет инвестировать в совместные проекты, а также предоставлять низкопроцентные долгосрочные кредиты для сферы энергетики, сельского хозяйства и других приоритетных направлений. Азербайджан и Кыргызстан связывают давние традиции дружбы и братства. И это, безусловно, создает возможности по-новому расширять межгосударственные связи. А сейчас подведем итоги сотрудничества стран Центральной Азии с Азербайджаном за 2023 год с экономистом из Кыргызстана Маратом Мусуралиевым. Он с нами на прямой связи. Здравствуйте, господин Мусуралиев. Рады вас приветствовать. Здравствуйте. Приветствую вас и ваших зрителей. Благодарю. Хотелось бы начать с того, как бы вы подвели итоги сотрудничества за прошедший год между Азербайджаном и странами Центральной Азии. Какова повестка? Какие важные направления? Ну, нужно отметить, допустим, недавний сайт, который был в Душанбе, где президент Азербайджана предложил, так скажем, услуги транспортного коридора через Азербайджан. Это действительно достаточно актуально. Второй момент, если вы обратили внимание, допустим, на статистику нефтепровода поход Белеси Джейхан, там уже стабильно более 16%, почти 17% нефти. Это транзитная нефть третьих стран. То есть Азербайджан становится не только экспортером углеводородов, но и транзитером нефти из других государств. Есть несколько проектов, связанных с организацией Турции государств. Допустим, в прошлом году он был принят, соглашение об установлении упрощенного таможенного коридора. Его Азербайджан ратифицировал, подписал в этом году, в мае 23-м году. И это тоже опять наиболее актуальная тема, я так полагаю. Потому что грузооборот стран Центральной Азии, Европы, он точно измеряется, как у маленькой Киргизии, более чем миллиардов долларов в год. И если раньше основные потоки шли через Россию, сейчас в связи с тем, скажем, с этой войны в Украине, российские партии все более и более закрываются. И мировые логистические компании приостанавливают сотрудничество. Поэтому товарооборот пошел через Южный Кавказ. Есть еще два, скажем, фонда. Один был в этом году создан на Азербайджане, на Киргизске, на 25 миллионов долларов. И один в прошлом году, но инвестиционный фонд организации тюркских государств, он будет разгоняться уже в последующие годы. Там довольно-таки серьезная сумма, 500 миллионов долларов. Ну и еще есть один проект, он не напрямую экономический, но он будет однозначно иметь экономический эффект. Это в организации тюркских государств, скажем, проводится работа профессиональных лингвистов по общему алфавиту на латинице. Ну, в принципе, до середины 30-х мы тоже все были на латинице. Потом нас их перевели на кириллицу, не спрашивая нашего мнения. И вот после распада СССР, первым наиболее организованным туда вернется Азербайджан в латиницу. Потом Туркменистан, сейчас Узбекистан. Ну, я думаю, все остальные постепенно тоже перейдут к этому. Но все равно в мире для обмена информацией латинице, конечно, наиболее оптимальный вариант. Ну вот эти проекты, которые на вскидку, я вижу, это однозначно, и они будут реализовываться. Но потребуется еще, конечно, несколько лет. Да, ну вот 2023 год также запомнился очень важными событиями в рамках сотрудничества между странами Центральной Азии, также Азербайджаном. В частности, проходили мероприятия стран Содружества независимых государств. Кроме того, Баку принимал саммит СПЕК для программы специальной ООН для стран Центральной Азии и Азербайджана. Ну вот какие важные мессенджи, на ваш взгляд, были озвучены в Баку лидерами Центральной Азиатской пятерки? Ну, в принципе, это основная тема, конечно, это транзит в западном направлении и обратно. Ну и, конечно, экономическое сотрудничество, как я говорил два дня назад. Почему Азербайджан станет транзитной страной и для грузов, и для углеводородов? Дело в том, что запасы углеводородов в Центральной Азии довольно-таки серьезные. Как я говорил, Турканистан, допустим, на четвертом месте в мире по запасам газа находится. А Казахстан намерен увеличить добычу газа в ближайшие 10-12 лет примерно до 120-130 миллионов тонн. Естественно, весь этот объем заталкивает дальше в один трубопровод КТК на Новороссийской. Это экономически нецелесообразный, довольно-таки серьезный страновой риск. Поэтому они, конечно, в любом случае наиболее подходящий, альтернативный дополнительный маршрут для увеличения объема прокачки нефти – это, конечно, Баку, Тбилиси и Чеха. Это однозначно. Какие перспективы на будущее увидите в его взаимодействии между Азербайджаном и странами Центральной Азии? Кроме того, что, как я говорил, транзит грузов, конечно, если посмотрите на динамику двусторонней торговли Азербайджана с каждой страной, то Центральная Азия тоже растет, и растет и номенклатура товаров, и растет объемы товарооборота, при этом растут и экспорты, и импорт в обе стороны. То, что нас разделяет Каспий, и свои нюансы тоже имеет, но они, в общем-то, решаемы. Просто нынешняя инфраструктура портов и плавсредств на Каспий, она не соответствует тому объему трафика, который сейчас начался. Мы не ожидали того, что это настолько резко возрастет объем транзита. Если помните, в 90-е годы у нас здесь реализовывался Европейским Союзом проект Тросека, и над ним многие логисты смеялись и говорили, ну какая может быть логистика через два моря, через Черное, через Каспийское, с несколькими перевалками грузов. А сейчас, как оказалось, именно вот этот проект и оказался наиболее, так скажем, востребованным. При всем тем, что он, конечно, несет издержки, потому что мультимодальная перевозка грузов с одного вида транспорта на другой, перевалка, это довольно-таки серьезные издержки. И временные, и финансовые издержки несет. Но этот маршрут оказался наиболее востребованным и наиболее, скажем, перегруженным. Допустим, для сравнения, ваши соседи в Грузии, их автодорога через Кавказский хребет уже настолько перегружена, что они внизу прокладывают несколько тоннелей, там, по-моему, до пяти, как бы не до шести тоннелей низко расположены, и будут расширять эту транскавказскую дорогу через Кавказский хребет. Вот, и поэтому оба маршрута через Грузию на Россию и на Азербайджан, они, конечно, однозначно востребованы. Как вы два дня назад говорили, это даже приводит к тому, что в портах автотранспортные средства ждут очереди на погрузку на суда, на паромы до семи дней и даже до десяти дней. Вот такой спрос на грузоперевозки сейчас. Ну что ж, спасибо вам большое, что подключились к нам, уделили ваше время. С нами на связи был экономист из Кыргызстана Марат Мусуралиев. За последние 14 лет Организация Тюркских Государств превратилась в важное политическое объединение, которое содействует экономическому развитию, миру и стабильности в регионе. И Азербайджан благодаря своим дипломатическим успехам и географическому расположению уграет роль связующего вина в организации. Об успехах, достигнутых в рамках взаимодействия тюркских государств в следующем сюжете. Организация тюркских государств с каждым годом приобретает все больший вес на мировой политической арене. Достичь этого удается благодаря плодотворной работе, общим целям и поддержке, оказываемой странами друг другу. Совместные проекты играют важную роль в достижении экономической стабильности и развития не только стран-участниц, но и всего региона. Особую роль в этом процессе играет Азербайджан, выступающий в качестве связующего звена. Азербайджан Если раньше объединение под названием Тюркский совет, созданное Азербайджаном, Турцией, Казахстаном и Кыргызстаном в 1992 году занимался больше вопросами культуры, то теперь оно приобрело совершенно новое значение. Страны-участницы активно влияют на политическую и экономическую жизни региона. В свою очередь Баку зарекомендовал себя в качестве надежной транзитной страны между Центральной Азией, турецким и европейским рынками. Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад. Перспективным является и проект Среднего коридора. Конечно, локомотивом этого явилось то, что мы освободили наши территории, то, что сегодня Азербайджанно-турецкие отношения здесь в регионе становятся превалирующими, то, что Шуша стала культурной столицей тюркского мира, то, что сегодня мы можем говорить о совершенно новых геополитических реалиях, создающимися тюркскими государствами. Поэтому я глубоко убежден, что в будущем году мы увидим еще большее влияние тюркских государств, которое распространяется от запада до востока, от севера до юга. На протяжении 30 лет армянской оккупации тюркские страны поддерживали территориальную целостность Азербайджана и сегодня активно участвуют в работах по восстановлению освобожденных территорий. В 2023 году в Физули состоялось открытие школы имени Мирзы Улукбека, построенной по инициативе Узбекистана в дар Азербайджану. В августе 2022 года лидеры Азербайджана и Казахстана подписали документы о восстановительных работах в Восточном Зангизуре. Победа Азербайджана в 44-дневной войне в целом придала новый импульс развитию региона, подчеркивают эксперты. Вопрос единства позиций тюркских стран в отношении Зангизурского коридора и в основном территориальной целостности Азербайджана яркое свидетельство тому, что у нас есть единство позиций, единство взглядов, единство намерений. И это, безусловно, также будет способствовать углублению интеграции, в том числе благодаря этой культурной близости наши народы готовы взаимодействовать гораздо более тесно в культурном, гуманитарном и деловом формате. Научное сотрудничество развивается. Представители тюрк-эзичных государств «Один голос» поддержали Азербайджан, и тем самым это объединение показало свою эффективность. Сегодня эта организация также работает в направлении экономики, логистические пути, которые сегодня выстраиваются между Кавказом и Центральной Азией. Также результат деятельности этой организации. Необходимо отмечить, что сегодня уже эта организация считается и на геополитическом уровне. Развиваются связи благодаря налаженным двусторонним контактам. Азербайджан активно сотрудничает со всеми странами тюркского мира. Эти связи только укрепляются. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года, в январе-сентябре 2023 года, товарооборот Азербайджана с тюркскими государствами вырос на 40%. Азербайджан вложил в экономику тюркских государств инвестиции в размере свыше 20 миллиардов долларов. Основную часть составляют инвестиции, вложенные в Турцию. Начался процесс создания совместных инвестиционных фондов. Уже действует Азербайджано-Узбекский инвестиционный фонд. В 2024 году заработает Азербайджано-Кыргызский фонд развития. В последние 14 лет были сделаны важные шаги для развития сотрудничества между тюрксичными странами и укрепления организаций. Созданы Совет президентов, Совет глав МИД, Совет Аксакалов, Комитет старших должностных лиц. Приведены шесть саммитов организации. ОТГ приковывает все больше внимания и расширяет свои границы. В 2019 году к организации присоединился Узбекистан. В Будапеште действует Европейский офис ОТГ. Также идут обсуждения касательно принятия в ряды полноправных членов организации Туркменистана, который получил статус страны-наблюдателя Международной организации в 2021 году. Медина Гурбанова, CBC. На этом наш выпуск подошел к концу. Вы смотрели специальный выпуск передачи «За Каспием». С вами была Эльна Ралиева. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин